Здравствуйте, меня зовут Алексей Кагай, я являюсь шеф-поваром ресторана Сахалин Москва, который обладает звездой Мишлен. Сегодня я покажу и расскажу, как приготовить традиционное тайское блюдо под названием том-ям смарт-шеф и борг. Управляя смарт-шефом, я буду с помощью мобильного приложения. Для приготовления том-ям нам понадобятся ингредиенты, такие как кокосовое молоко, куриный бульон, том-ям паста, свежие грибы, шитаки и шампиньоны, лист лайма, лемонграсс, тигровые креветки, свежие томаты, свежая зелень, кинзай, зеленый лук, чеснок, репчатый лук, корень галангала, чили-перец тайский, острый, ягоды годжи, соль, сахар, рыбный бульон и растительное масло. Мы приступаем к приготовлению, для этого я установил ножи смарт-шеф. Далее нам понадобится два зубчика чеснока, мы погружаем в чашу, берем репчатый лук и нарезаем его крупно. Также отправляем в чашу смарт-шеф. Закрываем крышками. Запускаем программу для того, чтобы измельчить наш продукт. Далее мы открываем крышку. С помощью силиконовой черной лопаточки вам нужно все измельченные ингредиенты собрать в центр чаши. Далее мы переходим к обжарке. Добавляем пасту том-ям, лемонграсс, листья лайма. Но прежде мы отбиваем лемонграсс обратной стороной ножа и нарезаем. Также мы берем тайский чили-перец, тоже его нарезаем. Корень галангал. Добавляем растительное масло, закрываем крышками и запускаем программу. Для этой же смеси мы запускаем измельчение. Таймер обратного отсчета покажет, сколько времени осталось. Далее мы открываем крышку смарт-шефа. С помощью силиконовой лопаточки также собираем со стенок ингредиенты в центр чаши и добавляем основные ингредиенты. Это куриный бульон, рыбный соус, кокосовое молоко. Нарезаем наши грибы, шампиньоны и шитаки, так чтобы было не очень крупно и не очень мелко. Далее мы берем наши ягоды Годжи, они придадут нашему блюду кисловато-сладкий вкус. И берем наши тигровые креветки, которые мы и прорезали вдоль спины. Закрываем крышкой и запускаем программу. Далее мы открываем наш смарт-шеф, добавляем чайную ложку соли, столовую ложку сахара и наши томаты, которые мы нарезали дольками. Для того, чтобы томаты у нас были не переварены, поэтому мы добавили в такой поочередности. Перемешиваем все силиконовой ложкой. Ну что, друзья, наш суп том-ям готов. Получился очень ароматным, максимально аутентичным. Давайте будем сервировать наше блюдо. И в конце мы добавим свежую зелень, такие как кинза и зеленый лук. Также я рекомендую, если вам не хватает кислоты, обязательно добавьте свежий сок лайма. Приятного аппетита! Приятного аппетита!